Добрый день! На этом тыдне сельскохоспадашия предприемства Мазырского района наведала делегация одной из буйнейших державных компаний Китая. Региону пропоновали реализовать суместный инвестиционный проект в сфере сельскохоспадашия вытворчасти. Китайский бок затекаются гибридами кукурузы. Экспериментальную парту плануется поставить уже в ближайший час. Подробностей в сюжете корреспондента телеканала Мазыр. У делу инвестиционного проекта двух мазырских сельскохоспортприемств стал выникам пераму старшине Абылвы Конкама Владимира Дворника с менеджерами китайской компании и работы делегации краины-партнера в Мазырском районе. Гости наведали саугазкомбинат «Зара» и кукурузокалибровочный завод, экспериментальная база «Крыничная». Представники китайской компании затекавились о носении гибридов кукурузы первого поколения. Особый интерес у них вызвал гибрид белорусской селекции, производством которой занимается Полесский институт растеневодства, который находится на территории Мазырского района. Это Полесский 212 и Полесский 175 СВ. А также гибриды немецкой селекции «Алмаз», «Клифтон», «Матеус», которые производятся тоже в хозяйстве на территории Мазырского района. И не безразличными они остались гибридом, конечно, и украинской селекции. Поэтому в дальнейшем будут определяться, проводятся испытания, что будет более пригодно для них, и совместно будем заниматься в этом направлении. Уже в ближайший час у Китая будет поставлено, например, на 40 тонн носения. Даже такая невеликая экспериментальная партия, каштуя больше миллиард рублей. И нехай, когда только первая цаглинка у подморку супрацовненства, уже сегодня можно сказать про затекавленность Китая у поставках буйной парты и мазырской кукурузы. Так, как задоволить по опыту насений, Савгазский комбинат «Зара» будет поширать поселные площади под кукурузу. Илона Шавловская, Юрий Грабец, телеканал «Мазыр» специально для телерадиокампании «Гомель». Сегодня на Гомельшине проходит один день информования на тему актуальные пытания развития Беларуси в контексте мер, вызнашенных указом президента номер 78, об мерах по повышении эффективности социально-экономичного комплекса Республики Беларусь. С працонным коллективом вытворчих унитарного предприемства «Гомельш-Палеры» сустрелась информационная группа на шале знаместником старшиней Гарвы Конкама Оксаной Рудянок. У составе группы так само кераунистство городской центральной поликлиники, жилево-коммунальной господарки, специалисты отдела будовництва. Предприемство «Гомельш-Палеры» является одним из градоутворальных у областным центры. На им зараз працует больше, как 800 человек. Сустреши с працонниками улады проходят каждый месяц. Они за все декористны для обо двух боков. Черговый диалог не стал выключением. Сопрацонники предприемства отримали махчимость доведаться о перспективах развития областного центра и выказать свои пропановы. Кожный смог звернуться и по особистых пытаниях. Мы даже заранее готовимся к этому, опрашиваем людей, какие есть личные вопросы. И эти вопросы посылаем в горысполком, чтобы можно было не просто, так сказать, хорошо разберемся, а чтобы уже был дан конкретный и конструктивный ответ, и что будет делаться по этим личным вопросам. До других тем. Работе беларусскомовных школ и популяризации родной мовы во установах адукации была присвящена коллеге управления адукацией Гомельского обл. ВКНКАМА. Ее удельниками стали педагоги из всей области. По дровязности сустреши ведает Ганна Ковалева. Сегодня у Гомельской области 545 школ, а мальпалова из них – беларусскомовные. Адукацию у них отримавливают прикладно 18 тысяч детей. Гарочи, незалежно от мовы, на которой ведется навучение, во всех установах адукации в области выкористовывают разные формы популяризации беларусской мовы. Оценка их эффективности стала головной темой областной коллегии адукации. На всех ступенях адукации, по заявке родителей, наши дети могут выучаться как на беларусской, так и на русской мове. На подставе заяв, которые подаются в научной установе, мы должны створить все умовы для выучения всех предметов на беларусской мове. По словам специалистов, вопрос о примуси детей научиться народной мове ни в каким выводе не стоит. Главное – дать им махшимость выбирать. Только шесть школ в области ведут сайты с выкористанием беларусской мовы. А тем часом, при выборе школы для своего детятя, батьки в первую очередь выучают информацию миновита в интернете. Один из прикладов поспеховой работы в этом направлении – Гомельская гимназия номер 36, имя Ивана Мележа. У початковой школы выкладание ведется только на беларусской мове. Подрихтованные кадры, в учебно-методичные комплексы, ответная техника для беларусского мовного выкладания есть в усе умовы. Не за всем от школы залежит. Залежит от того, на какой мове думают батьки. Популяризация, я думаю, что больше программ на беларусской мове, больше выступать и нам, наставникам, на беларусской мове. Например, мы батьковские сходы проводим только на беларусской мове. Только на беларусской мове. И у нас нема таких выпадков, что до меня подыходят батьки и кажут, что я ничто не зрозумела. И они за довольнением слухают беларусскую мову и разумеют. Зарод пропану, яке были огучены на коллеги, проведение внутрешкольных мероприемств, утомли курачистых линейок и раннешников, оформление документаций на беларусской мове, больше тесная работа с батьками и повышение профессийного взрыва педагогов. Гомельский областный музей военной славы проводит музейные гульни. Кто же дает пронуть военную форму, как пройти пожатковый курс на помощника Шерлока Холмса? Ведая Олег Сентюроу. У Гомельским областным музеем военной славы незвычайная экскурсия. Ознаймлению непосредственно с экспонатами на этот раз другусная увага. Головное – удел упознавальной гульни. Юный патриот – это для учеников малышных классов. Спочатку некаких загадок на военную тематику, потом рухомые гульни. Правда, золиком места проведения и взрослых удельников организаторы вырошили обойтись с киданием поветерных шаров. Ибо дай самый великий азарт – подчас конкурсу на опранание военной формы. У учеников третьего класса отримывается не вельми добра, але это и неголовное. У администрации музея подкресливают, подобные гульни – наилепшая махчимость привить детям любого наведывания таких установок и одночасово выховать у их почуть патриотизму. Они позволяют популяризировать сам музей, популяризировать музейный предмет, развивать чувство и патриотизм, развивать чувство тягу к изучению своего прошлого. У Вогули такие квесты, заява в свете распрощадженная и заснованная на науковых распроцовках. Супроцовники Гомельского областного музея военной славы рихтовали их у ответственности с местными реалиями. Неде с 10-ти годов, например, можно подспробовать свои силы у следшей справе. Музейный детектив разгортывается у музея криминалисты, где собраны заправленные материалы, передаденные правоохранными органами. Отримливается нечто на штат початкового курса на посаду помощника Шерлока Холмса. Это дедуктивный метод, конечно, вырабатывается на внимание, конечно же, в первую очередь, дактилоскопия та же самая. Ну и другие такие интересные моменты, связанные с историей криминалистики. О Гомельском областном музее военной славы кажут, что больше активный удел у познавальных гульнях поколь принимают школьники. Студенты и дорослые, те соромятся, те увогуля, такой макшимости еще не ведают. Хоть у музея их так само чекают, правда, крыху поздней. С надоходом теплых ден у музея почнутся гульни для дорослых, и они будут проходить на открытый плясовце, как выканать задание, у денег им придется, и у медицинский вагон трапить, и на танк залезти, заняток, кажуть, вельми захопляючи. Олексин Чаров, Йоген Макеенко, телерадио, компания Гомель. У Беларуси деппо халаданне. По информации областного гидрометая центра, завтра на большей части территории нашего региона пройдут дожжи. Макшим и мокрый снег. Температура поветра складе от 0 до 64 градусов тепла у нашей и от 3 до 7 день. Ветер полношный, 6-11, в особных районах порывы до 15-18 метров за секунду. У субботу, 19-го соковика, местами пройдет короткошасовый снег. На особных ужасках дорога лаледится. Слубки термометра у нашей опустятся до минус 9. Денная температура будет вагаться от минус 64 до 1 градуса тепла. Отповедный характер надворья захавается и в неделю. Часом пройдет снег, макшима слабая мятелица. Порывы ветру складутся в 15-20 метров за секунду. И об спорте. У Гомеле проходится особистокомандное першинство Гомельской области по боксе с поборнейшей спортсменной 2002-2003 году на Радженне. За боями на рынке уважлива слушать тренеры сборной команды в области. У червене отбудется республиканская спартакиада сярод боксера у этого взросла. И по выниках першинства будет сформирована команда, якая проставит наш регион на споборництвах. А тому и довошено, что у Гомель съехались лепшие. Шанс трапить у сборную есть не только у пероможца. Мы пытаемся не упустить даже тех, которые проигрывают, но имеют правильное понимание в боксе. И все тренера, которые с области, мы вызываем на учебно-тренировочный сбор, на матчевые встречи, на этих турнирах. Просматриваем и определяем сильнейших. Кто будет наиболее лучше готов к этому старту, тот и поедет. Новые регионы и информацию о проектах Телерадо компании Гомель вы можете найти на нашем сайте, в интернете по адресу www.cvrgomel.by На этом выпуске завершено. У студии працвала Маргарита Шибукова. Усяго доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин